В этом видеоролике мы поговорим о Винце Факарелли, скандально известном главе австралийской мафии с итальянскими корнями, который после очередного покушения несколько лет назад решил завязать со своим преступным прошлым. Всего их было шесть, и все они были связаны с преступным миром. При последнем покушении был убит его посынок, после чего мафиоза кардинально изменил свою жизнь. Он обратился в ислам, став правоверным мусульманином, сменив имя на Абдусалям. Винц Факарелли, открывший ресторан на улице Керриктон, рассказал нам, как его жизнь изменилась к лучшему. Абдусалям стал для многих причиной принять ислам. Он также повлиял на своих друзей-мусульман, чтобы те стали более религиозными. Сегодня Абдусалям занимается благотворительностью. Каждый вторник он бесплатно кормит нуждающихся и бездомных людей в своем ресторане. Мы даем им вареные макароны, суп, воду, носки, одеяло и другие предметы первой необходимости. Готовим пакеты с продуктами и складываем их в корзины. Иногда нам не удается доставить еду в 7-6 тысяч бездомных в Южной Австралии. Но мы стараемся каждую неделю сделать все от нас возможное. Он также использует свой прежний авторитет, чтобы призвать на правильный путь молодежь по всей стране. Винс посылает молодым людям простое послание. Если ты вступил на этот путь, чтобы заниматься опасными и дурными делами, знай, что один плохой поступок открывает дверь к другому плохому поступку. От своего опасного и сомнительного пути пострадаешь не только ты сам, но и все вокруг тебя. Это сработает как эффект домино. Ты поставишь под удар всех своих близких – супругу, детей, родителей и друзей. Это очень эгоистичный путь. Винс также обращается к заключенным, призывая их к истинному пути. В свое время он испытал на себе горький тюремный опыт. Среди них есть один парень по имени Дэнни, которым я очень горжусь. Теперь его зовут Юсуф. Я хочу поздравить Юсуфа с праздником Рамадан. И хочу сказать ему, что все братья его знают, и мы очень рады, что его жизнь изменилась к лучшему. Огнестрельное оружие, спортивные мотоциклы и роскошная одежда. Винс Факкорелли, бывший лидер вооруженной байкерской группировки, ставший атрибутом его кровавой жизни, уже оставил все позади. Даже его собственное имя уже в прошлом. Как тебя сейчас зовут? Имран Абдуссалям. Абдуссалям означает раб Аллаха. Раб, помогающий своим братьям и поклоняющийся Аллаху. Несмотря на то, что Винс рос католиком в традиционной итальянской семье, уже 15 лет как он является мусульманином, он признается, что занимался дурными делами, но теперь он на правильном пути. Я выбрал этот путь, чтобы реализовать себя. И я себя ни перед кем не оправдываю. Я уже сделал то, что сделал. Впервые Винс Факкорелли рассказал свое криминальное прошлое. На самом деле, живя и наслаждаясь такой жизнью, даже твои близкие не видят в этом ничего пагубного и смотрят на это, как на обычный образ жизни. Твоя криминальная жизнь становится для твоих близких обычным явлением. На его жизнь покушались 6 раз. Вы везучий человек. Я не везунчик, я просто человек, благословенный Аллахом. В отца и сына стреляли несколько раз. В результате погиб его пацанок Джонни. У тебя было желание отомстить? Конечно, Фрэнк. Я думаю, что любой человек в этой ситуации захочет отомстить. В частности, согласно законам криминального мира, ты должен это сделать. Он покаялся. Вы больше не планируете возвращаться к этой жизни? Нет, Фрэнк. Никогда. Он говорит, что его прошлое – это смесь итальянского происхождения, который хотел выглядеть как голливудский мафиоза. Именно это сбило его с пути. Признаюсь, на меня это сильно повлияло. Это привело к созданию знаменитых мотоциклов Винца, Angels of Hell, Ангелы Ада и Команчеро. Затем он собрал себе соратников, группу доверенных лиц. Когда Винца начал свой бизнес, он столкнулся с жестокой конкуренцией, что приводило к постоянным уличным столкновениям. Ты задумывался о том, что смысл такой жизни сводится к эгоизму? Конечно. Но любой, кто так живет, может измениться. Это также зависит от милости Всевышнего к своему рабу. Однако это далеко не тот образ жизни, который нам нужен. Я знал это и все равно призывал к этому пути. Мне стыдно за свое прошлое. Я стараюсь не думать об этом. Я был на неверном пути. Мне суждено было пройти по этой дороге. Он не сообщает подробностей о бандах. И это неудивительно. Потому что они решили устранить Винца. Два члена группировки Ангела Ада подорвались, когда закладывали взрывчатку в его доме. Вы, наверное, живете с постоянным чувством страха после этого инцидента? Послушай, Фрэнк. Отвечу тебе крайне прямо. На самом деле, я не боялся подобных событий. Если бы у меня был страх, я бы легко нашел выход из этой ситуации. Я просто беспокоился о своей семье. И у меня не было времени бояться за себя. Как я уже сказал, я сам выбрал этот путь. И я прошел через все испытания этого пути. Все мои страхи были только за мою семью. Однако, несмотря на его опасения, один из членов его семьи стал жертвой этой вражды. Полиция утверждает, что на видеозаписи видно, что Факарелли знает, кто убийца его сына. Винс и его посынок Джонни сидели в машине, когда их засыпали пулями. Это очень трагично. Я изо всех сил пытался вовремя доставить сына в больницу. Вы говорили с ним в машине? То есть, был ли он в сознании? Нет. Я просто думал, что он в обмороке. И все будет хорошо. Когда я поговорил с медиками, я понял, что все кончено. И тогда я отказывался в это верить. К тому времени, как приехала скорая помощь, Джонни был мертв, а Винс был серьезно ранен. Как ты думаешь, может ли это событие вернуть тебя к прежнему образу жизни? Нет. Скажу тебе откровенно. Я изол. И расстроен тем, что произошло. После того, как Винс выписался из больницы, он был арестован и помещен в одиночную камеру. После чего, начался его путь к покаянию. Я начал много читать Коран и почувствовал, что многое из того, что там говорится, мне близко. Как будто описывается моя жизнь. Ты не можешь ничего отложить. Не можешь изменить время смерти. Все предопределено Всевышним. Когда я прочитал этот аят, он произвел на меня сильное впечатление. И я понял, что причина была не в том, что я был лидером группировки. Время моего сына просто пришло. Что до убийцы твоего сына? Сможешь ли ты его простить? Конечно, Фрэнк. Я твердо верю в ислам. Благодаря исламу я могу простить убийцу моего сына. Признаюсь, это решение было непростым. Однако я пришел к нему. Ты озираешься по сторонам, идя по улице? Нет, никогда. Если кто-то хочет причинить мне вред или что-то еще, в конце концов, это их выбор. Я чувствую себя спокойно и радуюсь жизни. Моя жизнь действительно прекрасна. Я не хвастаюсь, но я силен благодаря своей вере. Я боюсь Аллаха. Прекрасная и блестящая история Винца Факарелли показывает, как сила ислама превратила лидера опасной группировки в искреннего, благородного и заслужившего доверия человека. Мы просим Всевышнего Аллаха защитить и вести его правильным путем и укрепить его веру. Субтитры создавал DimaTorzok